Здравствуйте, друзья! Это видео посвящено ответам на вопросы, которые вы присылаете в группе ВКонтакте, и поэтому мы их собрали, сброшировали, и попытаемся сегодня развернуто или как-то не развернуто ответить на те вопросы, которые вы прислали. Попробуем это сделать. Я в свое время, когда осваивал академический способ рисования, и чтобы понять, что это такое, я взял книжку «Учебный рисунок в Академии художеств», открыл его и увидел, какое разнообразие рисунков там есть. Какие-то рисунки мне не понравились, какие-то были очень классные, какие-то были гиперреалистичные, как у Чистякова, какие-то были свободные, озорные, как у Заозерского, какие-то были прям меганатуралистичные, как у Луктионова, или у Соколова очень быстрые и очень звонкие. И все это академист. Он, на самом деле, очень живой. Есть, например, система академического рисования Школы Быстрого. Вам надо понять, какая стилистика направляет вас, то есть какие работы вам нравятся. Посмотрите работы рисунка из Академии художеств, современная, старая. И если вы вдруг в какой-то момент скажете, что вот это мне нравится, я хочу точно так же, значит, скопируйте этот рисунок, и это станет частью вас, частью вашей манеры. Вы его заимствуете, поймете, как это устроено. Это самый простой способ победить любого мастера. Как говорил Марихей Усиба, я прихожу и учусь сначала у мастера рукопашного Буэя, и когда я побеждаю его, я иду к следующему мастеру. Когда я побеждаю мастера меча, я забираю все его знания и иду дальше. А после этого создаю собственный стиль Айкидо. Вот примерно то же самое. Если вы хотите далеко продвинуться вперед, то вам нужно победить тех мастеров, которые были, и сделать что-то новое свое, но лучше, чем у них. Вот такая вот история. Использование референса, по сути своей, это неизбежная история, и все художники всегда пользовались этим, потому что человек рисует обычно только то, что видел, то, что знает, он ничего не изобретает. По сути своей, когда ему кажется, что он рисовал что-то новое, он просто смотрит вокруг и компилирует, собирает. Если он музыкант, то он берет одни и те же ноты, по-разному соединяет и получается что-то новое. Нет, художник всегда работает по референсу. Для этого у людей, когда у них не было аппаратов, они делали огромное количество зарисовок. Когда у них появился фотоаппарат, они стали более ленивыми, и теперь они все фотографируют, теперь с фотографией рисуют. Это неизбежный мир, который к нам пришел, хотим мы того или нет, он теперь есть и он будет. Либо мы научимся делать это с фотографией, с пользователями, либо мы будем по-прежнему ходить, зарисовывать, изучать. И то, и другое неплохо, это просто по-другому. Вы знаете, что люди долгое время вообще не ели вилкой. Или есть люди, которые до сих пор и не едят вилкой никогда. Это неплохо и нехорошо, ведь вы же не будете как бы осуждать человека, что он кушает вилкой. Или осуждать человека, что он ест палочками или ложкой. Так и референс. Вы не можете нарисовать чего-то, что у вас нет перед глазами. Вы должны насмотреться. И поэтому, конечно, это просто нужно. Хотите вы того или нет, это просто неизбежно. Да. Вы знаете, о чем речь идет? Вот смотрите. Зачем мы студентов всегда загоняли в отдельное училище? Зачем мы в институт загоняли? Зачем вообще человек будет на работу? Когда вы попадаете в новое помещение, то ваш мозг говорит, вот сейчас я на работе. И сейчас я должен делать только вот это. И поэтому, когда вы оказались дома и теперь находитесь в среде, в которой вы привыкли отдыхать и не работать, то выполнять какую-то работу в этой среде невозможно. Соответственно, вам нужно создать новые условия, создать новые якоря, которые будут заставлять вас внутри вашего помещения, где вы привыкли отдыхать. Сейчас вот у меня кровать, вот у меня диван, вот у меня холодильник, я отдыхаю, вот у меня телевизор. У меня сложилось абсолютно четкое и ясное представление о том, что именно вот здесь, именно здесь сейчас я просто сижу, ковыряюсь в носу или там, я не знаю, чешу в затылке и ничего не делаю. И тут мне в этих условиях надо работать. Поэтому у меня, например, есть такое правило. Если я хочу нарисовать что-то или сделать, или сделать какую-то работу, я надеваю такую повязочку. Я беру нитку, у меня такая повязка есть, я надеваю ее на голову, завязываю ее, сажусь, отодвигаю, значит, у меня специально выделенное место, которое я снова создал. И я назначил эту повязку рабочей. Когда она у меня на голове, значит, я работаю. Снимаю, отдыхаю, надеваю, работаю. Это может быть бейсболка, это может быть, я не знаю, все что хотите. Кольцо всевластия у меня, кстати, есть. Моя прелесть. И вот, когда я беру это кольцо, я работаю. Когда я снимаю, работа закончилась. Пока она у меня в руке или еще что-то. То есть, нужно каким-то образом заикариться. Если это вот именно эта проблема, то она решается вот таким созданием условий. Там, не знаю, повесьте ширму, там, закройте комнату, назначите время, в котором вы работаете. Первое время это будет просто тупо сидение за столом. Ничего не делай, просто вы избавились от других водителей, мешать вам. Но как только это один раз, второй раз, третий раз произойдет, вы привыкнете к этому условию. А как говорил мой деда, что, знаете, человек такое устройство удивительное, что через 30 дней он привыкает ко всему, что бы ни происходило вокруг него. Вот, поэтому через 30 дней этой изоляции вы привыкнете к этим условиям, и у вас должно появиться новое ощущение изменения чего-то. А это самый вот действенный способ. Знаете, тоже очень непросто дома сидеть и заниматься тем, чем ты обычно привык заниматься в институте, в академии, в мастерской, а туда пути нет. Так что держитесь и воспользуйтесь, если это поможет. Удачи, кольцо всевластия! Лучше, чем покупные холсты, сделать можно. Этому учат. Есть тысячи способов, как самому приготовить и сделать грунт под холст. Я никогда этим не занимался. Один раз я это сделал. Это оказалось так сложно и так тяжело, и так трудозатратно. Вот, что если бы я продолжал заниматься реставрацией, то, наверное, я бы делал это дальше. Мы там готовили шелаки, много чего там, в общем, делали. Вот, но современная технология приготовления уже заранее избавила вас от этой проблемы. Поэтому либо наберитесь терпения и готовьте сами всю эту структуру и наносите ее. В интернете есть тысячи рецептов, как там, что делать. Вот, либо покупайте. Тут вариант за вами. Я предпочитаю покупать. Я понимаю, что это там дорого и иногда не очень хорошо, но есть, например, холст, который мне нравится. Такой, знаете, крупнозернистый. Зараза, дорогой! Вот, поэтому я собираюсь, коплю изо всех сил деньги, чтобы потом купить этот холст, натянуть и радоваться. А, например, мелкозернистый меня только расстраивает, потому что он такой гладенький с него. Сливается масло и ему так не нравится. Вот. И фактура немножечко не та. Вот. И по-другому краска держится. Тут, не знаю. Я не знаю. Это такой сложный ответ. Я скорее график, чем живописец. Вот, я сейчас это сказал. Да. Ой, друзья, спасибо вам огромное, что вы были и слушали, и смотрели ответы на вопросы, которые, наверное, и так уже есть. Но мне приятно, что вы мне их задаете и задавайте их снова. Я постепенно привыкну к этому формату, стану умный и отвечать буду совсем уверенно на эти вопросы. Так что задавайте мне их больше. Я буду уже к ним совсем готов и прям буду умничать, умничать. Все, всех благ, ставьте ставки. Вот.